Рад разговаривать с вами вновь. Механайз здесь. Альварус. Какие мысли возникают у вас при этом слове? Для кого-то это нечто сакральное. Для кого-то целая эпоха. Альварус. Это самая популярная карта в 3х3 играх. Как только на ней не играют. Какие тактики только на ней не испытывают. Мы посмотрим сегодня одну из игр на этой карте. Приятного просмотра. Ники игроков, ровно как и расы, я не зачитываю. Вы видите все на своих экранах. Имперская гвардия охотника. Когда мы видим имперскую гвардию, мы примерно знаем, что будет. Будет КС, будет комиссар, которые будут вязать в мили или стрелять в дальнем бою. И рядом будут бегать две пучки гвардейцев. Может быть где-то будет турель. Вот это мы знаем, что будет при имперской гвардии. Орки. Если мы слышим слово орки, это значит будут рубаки, будут шуты мэка. Попозже штормы, баша ранние. То есть мы прекрасно представляем, чего ожидать от орка. Империя Тау. То же самое. Будут гадкие веспиды с ТК или фвшки. То есть все просто. Мы знаем, что от них ожидать. То же самое у орки. Имперская гвардия и Эльдар. Эльдар это будут, как правило, два рипа. Реже рейнджеры. То есть мы все прекрасно понимаем. Ну, для совсем возвращенцев будут дозорные с гранатами и фарой. Ну, не суть. Итак, гвардеец. Полный стандарт. Никак не извернуться. Две пачки гвардейцев. Комиссар. КС. Кап. Точек. Все. Орк играет на трех точках. Пачка рубак берет точки. Шуты выходят, берут точки. Мэг. Эдакая экономная игра. Три точки. Тем более 3 на 3. Бежать ломиться не на кого. Все стандартные тактики орков для дуэли здесь абсолютно не прокатывают. И орк остается в такой ситуации немножко неудобный. Империя Тау через два генератора и ТК. Одного капера. Орк вместо грейда точек построил баннер. Тау пытается гадить, но получает удар клешней оркова в свое инопланетянское лицо. Ловить нечего, только отступать. Гвардеец берет точки. А здесь Эльдар получает железный кулак, железные когти, слуги императора и пиломеч. Эльдар здесь сделал две пачки дозорных и пачку рипов. Тем более он играет на трех точках. Релик забирает гвардеец. Так зачем ему две пачки дозорных? Можно было сделать вторую пачку рипов. Ну ладно. А здесь Тау получает удар от того же Кса. Посмотрите, какое получается зеркало. Здесь Орк и Гварда бьет Таушника. А здесь Орк и Гварда бьет Эльдара. Эдакое зеркало. А вот и отдаются и ненужные дозорные. Рипы. Если была бы вторая пачка рипов, за ней бы Эльдар последил бы гораздо получше, чем за дозорными. Ну ладно. Кстати, здесь еще бегает гвардеец, но то, что это бегает, это чих. Здесь очень больно бьют Таушника. КС с комиссаром ломают генераторы. Тау. Второй. Их много. Отбиваться Тау нечем. Один находится Тау Коммандор, но его сейчас очень больно бьют. И лучше уходить из этой области. Брошен Тау Коммандор. Взорвался. Не прыгать больше Тау Коммандору на своем джетпаке. Генераторы ломаются. Здесь мы видим точно такой же разнос Эльдара, но чуть-чуть медленнее. Чуть-чуть медленнее получается это у команды снизу. Также ломается генератор. Нападение на второй генератор. Здесь охотник-гвардеец разгоняет Эльдара. Но здесь уже пришел ура. Гвардейцы ура. И это уже получается 3 на 2. В то время как Тау здесь полностью размазан. Ломается еще и казарма. Тау размазан полностью. Игра идет 2 на 3. Но здесь мы кстати... Нет, две модельки рипов мы наблюдаем. Итак, удается отбиться. Это мэр пишет с переменным статья. Я мертв практически. Практически да. У тебя, мой друг, осталась только одна главка. Одна главка и одна точка. Все. Начинай игру сначала. 4 минуты. А Тау только-только пришел в эту игру. Итак, отбиваются. Удачно отбиваются товарищи. Все у них хорошо. Гвардеец охотника бежит на помощь Таушнику. Но его сейчас будут зажимать в тисках. Вот эта пачка гвардейцев. Мэкшуты и КС с комиссаром. Охотник здесь может оказаться зажатым в тисках. Все. Удобно. Охотнику приходится удаляться. Приходится удаляться. Орк здесь продолжает гадить мешать Ильдару. Ломает грейджиные точки. Три модельки рипов. Экзар. Полный реинфорс. Орк, обратите внимание, он ничего не делает. Он делает только то, что сделал. Орк, окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. У него все. Вот все, что он сделал в самом начале игры, то у него и остается. Больше у него ничего нет. Это значит, что Орк Тетчер. Ровно как и второй Орк из другой команды. Орк пошел до конца. Он решил остаться здесь до конца. Захватить точку. Уже гроты бегут ее застраивать. Делит шкуру неубитого медведя. Собирается застроить эту точку на базе у Ильдара. Но здесь он в меньшинстве. Орк в меньшинстве. И он умирает. Наброшенная точка. Здесь Ильдар. Здесь другой Орк. Здесь пришел вардеец. Орк отдает своего мэка. Отправляется в вечную сварочную на небесах. Остаются скромные шуты, которых тоже легко отгоняют. Приходит охотник. Но здесь врагов слишком много. Слишком много врагов. Точка не достроена. Чуть-чуть не хватило. Что примечательно, не взят реликт. До сих пор не взят реликт. Все. Команды вроде бы как бы отбились, но больший урон здесь все-таки понес Тау. У него осталась только главка. А у Ильдара грейженные точки. И две пачки рипов. У Тау все хорошо. Орк лол. Лол. Все да здорово. Орк слит убит. Итак, расстрел от гвардейца. Новый Тау командер. Быстро оклемывается. А расстрел это уже серьезное дело. Это двойной урон от гвардейца. И гвардеек очень часто так играют. Теперь еще подспамить бахимерок. Посадить этих гвардейцев сюда. И можно спокойно здесь полетать, поездить и добить этих противников. До сих пор не взят реликт. Орк Тэтчер выходит в танкетки. Гвардеец также Т2. Строится штаб механизированных механайзерских войск. И мы видим, как врезается броневоз от Эхо. В этом броневозе, конечно же, сидят шутки. Тут же подбегает Охотник. Расстрел уже от другого гвардейца. Посмотрите. Шутки высаживается. КС вяжет. Стрип соул. Игра шутками. Посади, высади. Посади, высади. Очень хорошая игра. У кого-то очень сильно горит от этого. Надо это срочно запретить. Надо срочно запретить это дело. Это не честно. Это не скилловое. Вообще табак. Очень любят нытики. Стан бомбовоза. И вновь приходится отступать. Противников слишком много. Достроен Химеры. БМП Химера. Приходится отступать. Тяжеловооруженные взводы от гвардейца. Две пачки шутов. На броневозе. Танкетка. Две танкетки. Орк построил баннеры на передовой. И даже вкачал их. Даже вкачал. Конечно же танк-бусты. Все. Танкетки не актуальны. Можно уезжать. Оказывают давление гвардеец Орк и Эльдар. Стан. Никто не уйдет живым. Дальневойные шутки. Хоть постреливают слабо. Но они постреливают. Пытается навязать Орк к антер-игру. Отвлечь. Отвлечь. Пытается помочь. Но нет. Слишком здесь опасно. Не подойти. Не подойти. Сент. Большой урон. Большой урон. Пытается навалиться гвардеец Охотник. Но терпит большой урон. Здесь врагов много. Эти дважды грейженные баннеры не подпускают к себе Орка. Также башаа у команды сверху. У Орка. Сентинейлы выбегают за танкетками и забирают их. Обмен. Все норм. Все. Противники отбились. Все противники целы. И они отбиваются. Три Сентинейла. Побитые отступают на ремонт. Но здесь Лазган. Тяжеловооруженный взвод. Здесь Орки перестреливаются друг с другом. Ударами они обменялись и разошлись. Снова простой обмен ударами. Но команда сверху. Команды гвардейцев. Ура. Все-таки доминирует на этом центре. Реликт до сих пор не взят. Ах, если бы они взяли этот реликт. Он пишет. Да, take please. Если бы они взяли Сиомен. Сиомен Эльдар. Если бы они взяли этот реликт. Ох, как бы они развернулись тогда. Кстати, вот эти тяжи можно немножко сюда сместить. Чтобы они достреливали до этих баннеров. Все-таки достреливали. Итак, гвардеец. Вычинивает. Тяж здесь. Точки. Прирост. Простой. Стангрейды. Ракетница на баннере. Пытается подойти гвардеец. Стрелять. Здесь обмен. Обмен модельками. Орк бегает в качестве вижна. Жена создает видимость, чтобы его шуты могли стрелять. И получает урон. Здесь пытаются стрелять бронебойцы из тумана войны. Эльдар. Эльдар. Порт Мэка отгоняет бронебойцы. Забег трех Сентенейлов. Забег на базу к Эльдару. Штаб Мехвойск. Сломать штаб Мехвойск. И мы видим четыре пачки стелсов от почти мертвого Тау. Который уже пришел мстить за свое унижение. Тяж простреливает через стену. Простреливает мстить. Порт стрелков. Стан. Выбито больше половины. Чуть-чуть еще пострелять бы. Но не получается. Не получается. Не успевают сломать. Забег отдан. Забег неудачен. Сенты убегают. В этот момент остается одинокий Тяж. Два одиноких Тяжа. Орг предпринимает решение забрать их. Хотя бы одного. Но он меняет пачку шутов на один Тяж. Пачка умирает. Гвардеец. Декап Крита. И вновь простой на центре. Невидимые стелсы. И мы видим взмах рукой команд сквада. Бомбардировка будет в этой области. Это тонкие моменты. Следите за ними. Наблюдайте за этими моментами. Чтобы вовремя среагировать. Для этого я рекомендую вам посмотреть цикл два видео. Советы игры от мастера. Полная пачка. Полная пачка шутов. Крест решает преследовать. Нет. Слишком много здесь баннеров. Слишком много. Делает потерянную пачку шутов. Та у себя прекрасно чувствует. Он Т2. Но он все еще пока отстает. У него негрэжные точки. Недостаток ресурсов. Орк идет в Т3. Орк так грамотно поиграл. Он сделал две танкетки. И пачку шутов всего лишь. И тем самым выходит в Т3. То есть это грамотная игра за орков. Три на три игры. До сих пор простой. Гвардеец уже Т3. Мы видели это. Команд-скуат наконец-то взят реликт. И мы видим, как вторгается Тау в стан Эльдара. Ломает штаб механизированных войск. Ребятки пытаются пойти. Но здесь встречает их тяж. Сломал. Радостно пишет Этамер. Поэтому тяжу нужно чуть-чуть выстрелить. Эльдар. Эльдар. А вот нет. Не умер. Тяж. Два тяжа. Эльдар получает два тяжа в лицо. Здесь шуты. Здесь уже грейженные стелзюиты. Могут навалять уже и войскам. Ох, граната Кассеркин. Посмотрите, как она разбрасывает. Какой она дамаг наносит. А как она быстро откатывается. Пытается декапить больно. Но нет, захватывает. Захватывать пытается. Нет, не решается. Не решается. Остались выжившие стелсы. Но здесь они умирают. Здесь они умирают. Эльдар до сих пор остается в Т2. На трех точках с двумя репами. Продвижения у Эльдара пока нет. В отличие от Гвардейца и Орка. Они уже Т3. И точное попадание прямо по каскам бомбардировкой. Точное попадание. Длиннебойный тяж. Как он больно бьет. Как он больно бьет. Эльдар все-таки хочет его сломать. Хочет сломать этот тяж. Хочет. Но слишком много врагов. Здесь слишком много врагов. А здесь выходят гидсы. Правда пусть не полностью грейжены. А вот и идет последний грейд наггетсов. Сейчас они будут грейжены полностью. Обнаруживает. С помощью главки. Стелсов. И вновь простой. 15 минут. 15 минут уже идет такая возня. Все идет, ребята. Т4. Все идет. К эпичной битве. Передача ресурсов. Кто-то кому-то донатит. Все идет. К эпичной битве. Также каски от охотника. Стелсам очень опасно. Теперь здесь показываться. Потому что здесь гидсы. Самый страшный урон. Наверное в игре. Наверное в игре. Вновь бомбардировка. И в нее попадается орк. Неожиданно. Неожиданно. Здесь тау. Гидсам все-таки. Сюда бы трудно наломиться. Потому что здесь артиллерия. Здесь артиллерия. Боевой сок. Боевое пойло. От безумного доктора. Турка. Проходит. Все трое проходят сюда. И пытаются нанести урон гвардейцу. Тау-командер в наглую стоит и посмеивается. Что за дальний бой. Вот у меня здесь дальний бой. Но к сожалению тау-командер умирает. Самонадеянный тау-командер. Гидсы от другого орка. Огрины решают пострелять в дальнем бою против гидсов. Очень смело. Очень смело. А здесь мы наблюдаем марсианский сборный командный центр. Стылцы его вовремя замечают и практически отменяют постройку. Бомба от безумного доктора. Бомбовоз. И вновь ребята снизу отбиваются от этого кошмара. Отбиваются. Ужасные выстрелы. Ужасный урон гидсов. Орки в Т3. И гидсы и бомбовозы. Вот это Орк Т3. Это гидсы и бомбовозы. Шикарная артиллерия. Как она разбрасывается из врагов. Бэйн Блейд заказан. Как узнать, когда создастся Бэйн Блейд? Лишь по одной анимации этого здания. Вы также можете посмотреть видео советы игры от мастера. И понять, когда выйдет Бэйн Блейд. Огрины пытаются любой ценой завязать гидсов. Но лишь бы Бэйн Блейд вышел. 30%. Здесь простой. Кидается еще один марсианский командный центр. Второй. На случай, если этот будет сломан. Посмотрите. Два марсианских центра. 200-200. Это выстрел. 200-200. Все бьют рукопашную. Каски бьют рукопашную. 50% Бэйн Блейд. Второй залп. 200-200 ломает. Марсианский командный центр. Нуб негодует. Ура. Нуб. Строится марсианский командный центр. Эльдар наконец-то достраивает технопортал. Наконец-то достраивает технопортал. Мы видим Скайрей. Небесные лучи. Юва ФК. Нуб негодует. Ура. Игитцы получают залп Скайрея. Вновь подгоняют немножко гвардеец Эльдара. Долгожданный гравитанк Сокол. И вся надежда. Вся надежда гвардейца закончилась. Орк умирает. Орк не выдерживает этот ужас в виде Скайрея. Вдетцы не могут их контрить. И выходит из игры. Покидает игру и гвардеец. 18,5 минут непрекращающиеся бойни. Причем бойни с самого начала. Эдакое зеркало. Били 2 на 3. Били лицо вдвоем одному. Как команде. Снизу это был Тау. А здесь был Эльдар. Которые с трудом потом оправились после этого. Но Таушник в силу своей расы все-таки сделал стылсов. Которые мобильные и невидимые. Если бы вышел этот Бейнблейд. Как появилась бы. Повернулась бы игра. Ну здесь также находится Бейнблейд. Также выходят лиманы. Так что игра бы затянулась еще больше. Все благодаря грамотной разведке Тау. Он вовремя увидел этот командный центр. И просигналил ребятам. Чтобы его сломать. Он был сломан. Гвардеец пожертвовал ресурсы. Лишь бы сломать командный центр ГИЦИ. Это была более-менее неплохая напряженная игра. На популярной карте Алюарус. Игры здесь опять же всевозможные. На этом все друзья. Оставляйте ваши комментарии. Что вы думаете по этому поводу. Ваши предложения, замечания. Все это весьма кстати. Хороших стратегий вам. Мои уважаемые зрители. И до скорых встреч. На просторах. Даун оф вара.